Айнард Фиайн, жители Империи, с вами Нильфгардец, и сегодня я расскажу вам интересные новости со съемочной площадки сериала «Ведьмак». Но прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канал и помоги Нильфгардцу Чеканным Флорином по ссылке в описании к ролику. Также всех нильфгардцев и верных союзников Империи я приглашаю на дискорд канал «Империя Нильфгарда». Здесь закаленные в боях солдаты Императора поделятся с вами новыми колодами и расскажут последние новости мира «Ведьмака». Также на канале регулярно проводятся турниры с ценными призами от Императора. Ссылка на канал в описании к видео. Как вы все знаете, съемки второго сезона сериала «Ведьмак» идут полным ходом уже с августа месяца. За это время нас успели порадовать новыми фотографиями съемочного процесса, предположениями о местах съемок Кайр Морхена, смотрите мое прошлое видео по ссылке в правом верхнем углу, и теперь фанатов ошеломили неожиданным возвращением персонажей из первого сезона, что привело к множеству предположений среди фанатов. Самым ожидаемым стало возвращение Террики Уилсон, сыгравшей чародейку Сабрину Глевисик. В последний раз она появилась в сериале «Во время битвы при Содане», когда ее подчинил себе червь-паразит, и ей пришлось сражаться с Йеннифер. В своей заключительной сцене она вместе с Йеннифер падает с крепостной башни и больше в кадре не появляется. Надеюсь, Сабрина пережила это падение, не получив серьезных травм, тем более, что она очень сильно понравилась фанатам, не только привлекательной внешностью, но и хорошей игрой. Также на съемочную площадку вернулся Ройс Пьерсон, который играет бывшего любовника Йеннифер Истреда. В книгах он появляется только в рассказе «Осколок льда», где Геральт борется с ним за сердце Йеннифер. Впрочем, именно этот рассказ еще не был экранизирован в первом сезоне, поэтому нас, скорее всего, ждет эпическая схватка между Ведьмаком и Магом за прекрасную чародейку. Но, зная Netflix, складывается ощущение, что это не станет последним появлением Ройса Пьерсона, а этот магический любовный треугольник может просуществовать аж до конца всей саги. Поэтому будет интересно посмотреть, какой поворот совершит история Истреда. Кроме чародеев, в кадр вернется и эльф Дара, который в первом сезоне сопровождал Цирик Бракелонскому лесу. Актер Уилсон Раджу Пухалте, сыгравший Дару, опубликовал в своем аккаунте в Instagram историю со знакомым значком. Благодаря фирменной волчьей голове и букве MM, сокращение от Mysterious Monster, мы можем идентифицировать этот значок как тот, который носит все актеры-члены съемочной группы, работающие над вторым сезоном. Еще ничего не известно об участии Дары в повествовании, но, скорее всего, он присоединится к партизанскому движению Скайта Элли, и его линия покажет борьбу эльфов с людьми. Однако, самым неожиданным возвращением стало появление на съемочной площадке Моджен Дэйнс, которая играет роль Данники. Проститутки, которую Геральт встречает в начале третьего эпизода первого сезона, перед тем, как он отправляется в Тимерию к королю Фольтесту, чтобы сразиться со Стригой и вернуть принцессе Аде человеческий облик. Возвращение такого второстепенного персонажа – довольно неожиданное явление, и неясно, как Данника впишется в какую-либо из сюжетных линий второго сезона. Поскольку серия с Данникой была еще до рождения Цири, и на момент начала второго сезона пройдет уже очень много лет. Возможно, мы увидим ее в воспоминаниях Геральта о тех временах, когда он был ее самым преданным клиентом. С другой стороны, Даннику могут просто состарить и сделать головой борделя. Но, как показала практика, никогда не знаешь, что в очередной раз выкинет Нетфликс. А пока можно только гадать и надеяться, что хоть в этот раз они не сильно отойдут от того, что написано в книгах. И на этом, жители империи, пора заканчивать. Глорайер Герзаер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Нильфгардец, до новых встреч.